В столичное метро теперь можно пройти без карты и без телефона. На всех линиях заработала система FacePay, дословно оплата по лицу. Не зря говорят, что любая новая технология поначалу похожа на магию. И у этого конкретного волшебства есть и обратная сторона. Система хранит биометрию пользователей и имеет доступ к банковским картам. Есть ли здесь риск и можно ли обхитрить алгоритмы? Виктор Прокшев разбирался. Система оплаты проезда по биометрическим данным заработала на всех станциях московского метро. Пока в тестовом режиме больше 15 тысяч пассажиров участвуют в эксперименте. Москва стала первым городом в мире, где технология FacePay используется в таком масштабе. Пассажирам теперь не нужно будет носить с собой ни телефон, ни карту тройка, ни какой-либо еще билет. Они просто должны будут загрузить свою информацию в приложение, свое фото, а также свою банковскую карту. Пассажир встает на специальную отметку у турникета, камера сканирует лицо, узнает его и с банковской карты списывается оплата за проезд. Владимир уже месяц пользуется FacePay. Просто решил попробовать. Интересно было, как это работает и насколько это удобно. Поэтому и решил сначала попробовать и так остался пользоваться сейчас каждый день. Не нужно доставать телефон, не нужно выбирать карту FaceID тот же в телефоне. В маске все работает прекрасно. Обмануть компьютер не получится, уверяют разработчики. Камера высокого разрешения считывает мельчайшие особенности лица. Когда видите, она горит зеленым, она говорит о чем? Она говорит о том, что человек живой. То есть она проверяет. Это вот лайтнес-чек проходит, так сказать, и говорит, что да, человек живой, можно доверять этому. Вот. Если, например, поднести ну лист, вот давайте мы сейчас... Не воспринимать, что мы воспринимали это как живое лицо в принципе. Идентификация человека, верификация его вместе с лайтнесом занимает 0,5 секунды. В лучшем случае и в худшем 0,7 секунды. Поэтому я сам пользуюсь метро. Я езжу на метро два раза в день. И я могу сказать, что FacePay в московском метро сейчас, если вы проходите по лицу, то это быстрее, чем если вы прикладываете карту. Потому что до этого я ездил по карточке. Систему распознавания лиц используют не только для оплаты проезда. С помощью видеокамер полиция ищет преступников. Искусственный интеллект следит за направлением взгляда водителей общественного транспорта, чтобы они не отвлекались от дороги. А вот это пример использования машинного зрения на производстве. Искусственный интеллект самостоятельно вычисляет нарушителей техники безопасности. Вот сейчас мы находимся в красном окошке. Если наденем каску, камера это считывает. Добавляем жилет. Одно мгновение тоже это считано. Вот теперь нам можно идти трудиться. С помощью камер теперь можно даже считывать эмоции человека. На текущий момент мы можем распознавать семь стандартных эмоций. Это нейтральное состояние, счастье, гнев, отвращение, удивление. Сейчас попробую сделать. Да, то есть мы видим в отчете, что у нас эмоциональное состояние, счастье. Систему распознания лиц уже больше года используют в заведениях общепита. Одним взглядом можно совершить оплату. Для покупателей удобство, для предпринимателя увеличение прибыли за счет создания клиентской базы. До 70-60% гостей мы возвращаем. То есть смотрите, искусственный интеллект знает, что вы ходите в это заведение, вы прекращаете в него ходить. И он такой, пожалуйста, скидка на ваш любимый РАФ, вы можете ей воспользоваться. Правда, многие скептически относятся к таким технологиям. Кто-то боится большого брата, собирающего личные данные россиян, чтобы манипулировать их решениями, а кто-то банально мошенников. Когда мы гостям объясняем, что надо будет ввести паспортные данные, люди отталкиваются от этого. Люди хотят не прикреплять свои банковские карты. В метрополитене поспешили всех успокоить, чтобы избежать утечек. Личные данные не будут хранить централизованно. Что касается персональных данных, что они хранятся у нас в защищенной системе, а банковские данные, платежные данные хранятся на стороне банков. Поэтому они находятся в полной безопасности. Для всех пассажиров новая система оплаты станет доступна с 15 октября. Вскоре, кроме банковской карты, к FacePay можно будет привязать и карту «тройка». Также будут действовать скидки на проезд. В любом случае, выбор способа оплаты остается за пассажиром. Чем больше разнообразия, тем лучше. За 10 лет московский метрополитен сократил среднее пребывание в очереди у КАЗ и турникетов с 5 до 1,5 минут. С помощью FacePay этот показатель планируют улучшить. Виктор Прокуша, Вероника Ермолова, Константин Степанов-Молодов и Дмитрий Власов. ТВ-центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова